Добрый день всем! Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите. Я уверена, что у вас отличное настроение после такого замечательного ролика. А я объявляю наш семинар растущих менеджеров Саратовского региона открытым. И сегодня у нас с вами в программе. Мы поговорим о роли и обязанности менеджера, о том, как развивать ключевую команду. И позвольте представиться, об этом буду рассказывать я, региональный менеджер по продажам Саратовского региона Марина Казикина. Еще у нас сегодня с вами четвертым блоком будет тема основы ситуационного менеджмента, потому что это у нас самая необходимая в наших условиях тема. И второй блок, который мы сегодня будем раскрывать. И спасибо Джамиле, старшему менеджеру по итогам 14 каталога, Джамиле Горбатко. Несмотря на все свои сложности с детками, она будет принимать участие в нашем замечательном семинаре. И поскольку мы все мамочки, то у нас есть еще один замечательный мамочка-менеджер 18%, это Лариса Тарасова, которая будет рассказывать вообще о совершенно фантастическом, уникальном опыте, как повысить средний заказ в онлайн-структуре. И вы узнаете о том, как буквально 19 человек делают 4000 баллов. Это совершенно вообще потрясающе. И специальный гость, который у нас не был заявлен в программе, но он сегодня будет выступать, это Светлана Винокурова, старший золотой директор из Саратова. Бурные аплодисменты! Я очень рада всех вас видеть, и мы с вами начинаем. Хочу предупредить о тайминге. Наше с вами время это полтора часа. Если мы будем немножко задерживаться, начинайте уже стучать кастрюлями, показывать минусики и так далее. Но я люблю, чтобы мы все укладывались, поэтому переходим буквально к самому первому слайду. Мы с вами поговорим о роли и обязанности менеджера. Дело в том, что когда консультанты приходят в серьезный бизнес компании Reflame, то очень многие сталкиваются с такой ситуацией, что где-то не хватает знаний, где-то не хватает специального менеджера образования. Но ответьте мне на вопрос, как вы думаете, чтобы быть серьезным, успешным, высокооплачиваемым менеджером компании Reflame, нужны ли какие-то специальные знания? Поставьте плюсики, если вы считаете, что это необходимо. И, соответственно, возникает такой вопрос. А где этому учат? Где учат быть успешным лидером компании Reflame? И здесь нам на помощь приходят те знания, которые вы получали. Кто-то в институте, кто-то в академии, кто-то в каких-то высших учебных заведениях. Но вот этот узкоспециальный опыт мы можем получить с вами только в Reflame. Поэтому у нас с вами есть такая прекрасная академия лидерства. Академия лидерства, которая у нас есть для менеджеров и есть отдельная для директоров. И сегодня мы с вами поговорим о самой первой части, которая называется «Роль и обязанности менеджера». Потому что всегда для того, чтобы мы с вами могли приступить к непосредственной работе сознательно, потому что прекрасные вещи и замечательные, успешные вы делаете совершенно несознательно, пользуясь самым главным способом обучения Reflame. Это способ, который мы позаимствовали у природы. Он называется «Делай как мама», «Делай как спонсор», «Делай как наш высшестоящий лидер». И поэтому у нас с вами идет колоссальная передача знаний и опыта совершенно простым, ненавязчивым ежедневным путем. Но мы говорим о том, что осознанное движение приходит только тогда, когда вот эта компетентность становится осознанной. С чего это все начинается? С того, что мы с вами говорим себе, а зачем мне это нужно? Зачем мне нужно быть успешным в Reflame? Почему для меня это так важно? И здесь я просто хочу вам напомнить о преимуществах, которые у нас есть. Ой, а я так рада, что у вас много из Таратов, потому что я так хотела на самом деле всех увидеть. Но придется вот таким вот образом общаться. И я хочу вам напомнить о тех преимуществах, которые у нас есть для менеджеров от 9 до 22%. Потому что иногда, вы знаете, мы, наверное, об этом не задумываемся, потому что у нас есть такой некий стереотип, который четко разделяет вот наше представление об обученной работе и наше представление, которое у нас складывается буквально вот в первые месяцы нашего присутствия в Reflame. Вот посмотрите, вот пока не смотрите на этот слайд, да, а посмотрите вот в окно на серый день, да, посмотрите на людей, которые ходят вокруг вас, которые живут рядом с вами, посмотрите, куда ушел ваш муж на работу. То есть вот какой доход, то есть от чего зависит, какая будет зарплата у вас или у вашего супруга в этом месяце. От чего это зависит? От его собственных больших усилий или от того контракта, который он когда-то подписал на много лет. Задайте вопрос, у кого будет премия в этом месяце? То есть вот кто четко может сказать, я сделал все для того, чтобы моя работа была успешной в этом месяце, и я рассчитываю, четко планирую получить премию вот в таком-то размере за свою работу. Кто может сказать, что по итогам года он планирует прекрасно поработать и планирует уже поездку, международную поездку в Анталию. То есть вот просто расскажите мне. Я общаюсь с огромным количеством людей, которые живут в мире прекрасного мира Арифлейм, и у которых в этом году сокращение зарплаты, сокращение там различных социальных, так сказать, пакетов. Идет сокращение буквально всего. И только в Арифлейм, я могу сказать, есть отличные новости. У нас с вами доход, который мы можем прогнозировать. У нас с вами премии, которые мы можем рассчитывать. И это все зависит не от того, какая погода за окном у нашего начальника, или какая в стране ситуация. Это все зависит только от нас. И я хочу сказать, что такого общения, как в Арифлейм, вы не найдете нигде. Потому что вокруг вас находятся люди, которые, во-первых, центры позитивной энергии, которые стремятся к новым знаниям, которые работоспособны, которые готовы делиться опытом. И представьте себе, что эта уникальная атмосфера есть в Арифлейм. Вы знаете, я как преподаватель, я историк по образованию и преподаватель истории, я могу сказать, что такая уникальная атмосфера есть, наверное, только в университетах. Ну, потому что у нас вот это было. И эта атмосфера, но еще более, так сказать, высокой энергетики, потому что энергия денег, энергия путешествий, энергия роста, она очень сильно подстегивает людей. И вот это дает совершенно невероятный круг общения, совершенно невероятную энергетику. Поэтому это то, что у нас есть. И еще один очень важный момент, который называется, что всех нас объединяют ценности. Ценности наших основателей, Роберта и Йонаса Афьопников. Это ценности, которые позволяют нам быть успешными. Быть не просто успешными, а чтобы у нас была миссия. Миссия, которая помогает двигать, понимаете, которая вообще людям жить помогает. А если у компании нет миссии, эта компания обречена на тупое зарабатывание денег, и в конце концов она оказывается нежизнеспособной. Потому что наличие миссий и ценностей – это важная часть успешного существования любой компании в этом мире. И вот такой простой вопрос. Смотрите, какие премии можно получить буквально в этом каталоге тем менеджерам, которые вышли на новый уровень по итогам 14-го каталога, и в 15-м каталоге могут повторить свой результат, а могут его и превысить. Поэтому специально на этот семинар я пригласила всех новых менеджеров по итогам 14-го каталога. Я пригласила тех менеджеров, которые растут по вот этой вот прекрасной лестнице успеха. И хочу сказать, что задайте вопрос вашему мужу. Будет у него премия 6 тысяч рублей в этом месяце или 9 тысяч рублей, или, как, например, у Джамели 12 тысяч рублей. У кого будет такая премия? Вы можете похвастаться своей семье. И после этого скажите себе, что я делаю все, чтобы у меня впереди, вне зависимости от того, на дворе кризис, не кризис, зима, не зима, олимпиада, не олимпиада, у меня впереди возграждение и премии. И посмотрите, какая у нас с вами уникальная ситуация на рынке. Она дает нам колоссальные возможности. Потому что люди, знаете, вот от того, что мой муж, например, там, я не знаю, решил поменять работу, я же не могу сказать себе все, а теперь я буду старой и страшной, и буду экономить на всем, включая губную помаду. Конечно, нет. Женщина в любые времена мечтает быть красивой, успешной, привлекательной, вне зависимости от возраста. И я могу сказать, что я, как мать троих детей и бабушка одного внука, тоже мечтаю быть красивой и привлекательной до 120 лет. И опыт 20 тысяч японцев, которые в этом году перешагнули столетний рубеж, дает нам все шансы не просто верить в это, а быть уверенными в том, что благодаря wellness и благодаря нашему антивозрастному уходу мы будем с вами активными, привлекательными в возрасте 120 лет. И у нас с вами есть возможность не просто быть красивыми в своей стране, а быть красивыми, прожать своей неземной, ну, кто-то славянской, кто-то азиатской красотой, так сказать, людей в Москве на банкете директоров 2016 года. И обратите себе, поставьте себе задачу приехать всей командой на это прекрасное мероприятие. У нас с вами есть возможность нашей красотой поразить всех жителей города Анталии и Стамбула. И у нас с вами есть совершенно неземная возможность попасть в Майами и просто, так сказать, как это сказать, чтобы их кто запомнил следы наших прекрасных ног. И тогда у нас с вами будет просто весь мир у наших ног. Посмотрите, сколько сейчас у нас с вами идет квалификаций, на которые просто нужно успеть попасть, потому что, скажем так, менеджерская конференция у нас буквально только закончилась, которая поразила своей энергетикой всех участников. И я могу сказать, что от нашего региона квалифицировались Светочка Винокурова, Лилия Донского, Аня Мутасова, Алена Мартыненко, Танечка Боржанова, Игорь Яковлев. Не все, конечно, смогли поехать, но я уверена, что следующая конференция, которая пройдет в Анталии, будет более многочисленной. И у нас с вами есть шанс из Воронежа, так сказать, вылететь от филиала. Ну, может быть, даже заказать чартер из Саратова. И я думаю, что для тех новичков, которые пришли к нам в 14-м каталоге, есть замечательная возможность в 15-м сделать рывок, выйти на необходимый уровень и стартовать на эту конференцию. Потому что обратите внимание, что для тех, кто стартовал в 7-м каталоге на уровне от 0 до 9%, у нас остаются 4 каталога для необходимой квалификации. Это 15-й, 16-й, 17-й ключи и обязательно первые. И обратите внимание, вот те новички, которые к нам сейчас пришли, которые пришли в прошлом каталоге, у них шанс есть. Не ограничивайте их потолком своих представлений. Не говорите им, что это невозможно, потому что, может быть, в какой-то момент у вас это не получилось. Почему вы думаете, что 3 тысячи баллов сделать невозможно усилиями за один каталог? Я вас уверяю, это возможно. И на моем, скажем так, в моей практике такие случаи были, когда люди в первый каталог присоединения компании «Арифлейм» выходили на уровень сразу 7,5 тысяч баллов. Это возможно все. Знаете, что двигает нами? Только наши мечты, только наша энергия. Наша жизнь вообще дает нам прекрасный повод увидеть, что невозможно и возможно. Давайте для наших новичков вот эту мысль передадим со всеми, так сказать, нашими пожеланиями, с нашей энергией, с нашей искренностью. Это реально. И я хочу сказать, что для тех людей, которые планируют попасть не только на менеджерскую конференцию в Анталию, но еще и на мега-золотую конференцию в Стамбуле, тоже есть такая возможность. Приехать туда в новом звании, в новом звании золотого директора. И обратите внимание, что квалификация продлена до пятого каталога шестнадцатого года. И мы будем рассматривать 17 лучших из 18 периодов квалификации. Если вы сейчас открываете звание золотого директора в пятнадцатом, например, каталоге, и у вас получается 8 каталогов квалификации на звание золотого директора, то вы едете на эту конференцию, уже в Стамбул, на золотую конференцию, и вы остаетесь со своими менеджерами на конференции в Анталии. Прекрасная возможность, воспользуйтесь ею. Да, да, квалификация продлена, потому что в банальном случае она бы закончилась четвертым каталогом, но было объявлено о дополнительном периоде квалификации. Поэтому шансы есть у всех. Мы с вами переходим к вообще совершенно необыкновенному спикеру, мы с вами переходим к нашему специальному гостю. И я хочу передать ей слово, потому что мое отношение к Арифлейм формировалось на протяжении долгого времени. Но я рада, что у нас есть люди, которые могут поделиться своими свежими эмоциями. Ждем. Привет, привет. Да, мы тебя слышим хорошо. Я, к сожалению, без камеры, прошу, прошу. Везде нажимаю. Так, слышно меня, да? Нормально со звуком все? Немножко эхо, да? Или только у меня? Поставьте, пожалуйста, от единички до десятки, как со звуком, прибавить, убавить, не хрипит ничего. Эхо, вот да, у меня тоже эхо. Десять, десять. Супер. Отлично. Сразу прошу прощения, я тут с малым на руках. Мамка, как Марина уже представила, мамочка в декрете, папа у нас отлучился надолго. Вот, поэтому мы с ним вдвоем будем сегодня с вами общаться. Я, во-первых, хочу со всеми поздороваться. Я очень рада всех видеть. Супер, столько у нас растущих менеджеров в регионе. Это просто отлично. Мариночка, наш классный Асм, да, наш любимый, пригласила меня, попросила меня быстро рассказать, почему же Арифлейн, да? Но Марина очень-очень много уже рассказала и как раз, можно сказать, процела мои мысли, почему же Арифлейн, да? Она сказала, что это в первую очередь позитивное общение, это совершенно другой стиль жизни, да? И я хочу сказать, почему же я выбрала именно эту компанию и немножко рассказать, что она мне дала, да? Ну, во-первых, почему Арифлейн, почему именно бизнес с этой компанией? Это высококачественная продукция, широкий ассортимент. Вот, поставьте плюсики, кто согласен со мной. Я думаю, что все согласны, и те партнеры, которые начинают пользоваться продукцией, просто влюбляются в нее с первого-второго каталога. Это 100%. Это часто возобновляемый спрос, то есть не нужно ждать, там, год, когда закончится какое-то средство или, там, какой-то порошок, например, как в других компаниях, да? То есть здесь ты влюбился в какой-нибудь шампунь или гель для душ, и он у тебя через какое-то время быстро заканчивается, и ты можешь заказать в следующем каталоге новинку, которых у нас тоже огромное количество постоянно. Да, любых навсегда точно лень. Это очень важно, да? Часто возобновляемый спрос, то есть свой личный объем продаж, личный товарооборот очень просто делать для каждого партнера. Это, конечно, очень важно. Выгодно и простое в реализации маркетинг-план. Все растущие менеджеры, все уже выросшие, минимум старшие менеджеры со мной согласятся. Кто согласен, что у нас суперклассный, выгодный для любой абсолютно ступеньки маркетинг-план поставь свои специальные знаки? Да, 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 уже плюсики побежали. Правильно, это, конечно же, наша суперсистема, система тренингов, система нашего сайта, это мгновенная онлайн-регистрация и сервис доставки. Компания настолько все продумала, настолько технологично идет в ногу со временем, что просто, я не знаю, я каждый раз благодарю компанию за какие-то новые фишки, за какие-то новые отчеты, которые помогают нам в работе. Это супер вообще, да, и работа, самое важное, это именно удаленная работа, потому что каждый из нас, поставьте сейчас в чатик, то есть детками, да, вот Нина пишет, это огромная возможность для тех, кто может сидеть дома и работать с детьми. Кто-то по каким-то своим физическим возможностям не может, например, найти работу, это большой шанс для них. У нас сейчас в команде очень много вырастает именно людей с ограниченными возможностями. Это для них просто колоссальный шанс жить полной жизнью, отличной жизнью, ездить в путешествия также, да, несмотря на то, что есть какие-то такие особенности. Поэтому здесь используйте это в своей работе. И, конечно, это международное спонсирование, то, что вы можете работать не только со своим регионом, не только со своей страной, но и с огромным количеством стран СНГ, и не только, да, и, соответственно, это большой круг знакомых, большой круг ваших партнеров и отличная команда. Ну и, конечно, самое важное, почему Арифлейм, потому что Арифлейм исполняет мечты. Как сказала уже Марина, да, у компании есть миссия, и миссия компании – это как раз исполнять мечты своих партнеров. И это очень-очень меня зацепило. И вот посмотрите, да, как Арифлейм сказался на нас, на нашей жизни. До Арифлейма я обычная простая мамочка в декрете. Вот посмотрите, первые картинки – это 2012 год, когда я только пришла. Мому старшему сыночку 5 месяцев было, когда я пришла в проект, пришла в Арифлейм. Это была обычная жизнь. Я работала в банке. По образованию я, кстати, учитель математики. Да, сами понимаете, сколько зарабатывают педагоги, учителя и преподаватели. Это очень-очень низкооплачиваемо. Пусть, конечно, для души, для себя работают уже эти специалисты, но мне хотелось большего. Поэтому я очень рада, что Арифлейм постучался в мою жизнь и открыл для меня новый абсолютно стиль жизни, образ жизни. Да, и сейчас, посмотрите, мы с мужем успешные интернет-предприниматели. Мы с ним оба работаем дома. Да, и доход, естественно, у нас уже очень-очень превышает, конечно, те доходы, те рамки, которыми ограничивали нас наши работодатели. И хочу сказать, да, что деньги – это новые возможности. Это не просто доход, да, на карточку поступает. Это новые возможности для вас, ваших семей. Вы можете… Муж работал участковым в полиции, да, жил на работе круглыми сутками, Лилечка, да, знает. Потому что у нее тоже муж там же, да. И сейчас такое счастье, что он находится рядом. Вот, сынок мне тут помогает. Находится рядом, помогает во всем. У нас совместный семейный супердоходный бизнес. Вот, вот он прибежал, сейчас заберет. Спасибо большое. Вот, посмотрите, да, мы с мужем не могли даже мечтать, когда работали на работе о том, что мы можем там просто не откладывая даже денежных средств, куда-то отправиться в какое-то путешествие, да, или, может быть, даже вот банкет наш взять, конференции. Мы об этом даже не могли только мечтать. Компания открыла для нас эти двери, двери в мир совершенно другой жизни, так скажем, да. Да, и посмотрите на наши планы. Наши планы, наши мечты, мои личные мечты, они совпадают как раз с миссией компании. Девиз нашего проекта – только помогая заработать другим, заработаешь сам. И это очень-очень важно. Если ты помогаешь своим партнерам выйти на доход, изменить их образ жизни, их уровень жизни, то ты сам начнешь зарабатывать больше и жить, соответственно, лучше. Поэтому наши планы относительно бизнеса – это, конечно, вырастет наибольшее число высокозарабатываемых партнеров. Ну и, конечно, мы стремимся в исполнительную команду. Ну и личные планы – это, естественно, держать себя всегда в тонусе, в форме, построить свой дом большой, уютный для всей нашей большой семьи. Плюс мы перевозим родителей к нам сюда, в Саратов. Хочу с вами поделиться огромной радостью. Мы в этом году уже купили участок, супер большой участок, 10, даже больше 10 соток. Наконец-то мы накопили на него. Спасибо большое, Reflame. Да, это очень круто. В юбилейном районе мы купили, то есть такой строящийся, высоко, такой быстро растущий район, классный, развивающийся. Мы там купили участок в следующем году. Уже благодаря тем доходам, что мы есть, что мы откладываем, мы будем строить наш домик. Ну, конечно, не такой, по плану уже другой, но примерно, да. Это программа «Мой автомобиль» от Reflame, да, но мы, естественно, уже стремимся на Volvo и выше, да, за бриллианта. Ну и, конечно, это семья, счастливая семья, которая путешествует, которая живет полной жизнью, а не просто замкнуты в четырех стенах. И здоровый образ жизни с нашей замечательной продукцией Wellness. Поэтому всем желаю роста, желаю не останавливаться, не ставить никогда над собой никаких рамок, не ограничивать ни себя, ни своих партнеров, как уже сказала Марина, потому что у каждого свое видение, и каждый будет расти своим темпом. Вы завышаете, наоборот, идеи, завышаете планы, мечты и реализуете вместе их со своей командой. Спасибо большое, что дали слово, высказаться. Я всем желаю больших, грандиозных успехов, и я думаю, что сегодня будет очень плодотворный, полезный вебинар для нас. Спасибо большое. Спасибо, Света. Спасибо, очень вдохновляет. А я хочу сказать, что мы продолжаем с вами, и на самом деле наша миссия – это исполнять мечты, но у нас с вами для того, чтобы мы могли это все исполнять, должен быть совершенно конкретный план действий. И я могу сказать, что для того, чтобы вот эта планка была достаточно высока, чтобы энергия мечты была сильной, нельзя ставить перед собой цель, если вы, например, сегодня менеджер 9%, то нельзя ставить цель через какое-то время стать просто менеджером 15%. Это достаточно маленькая цель, которая не будет давать вот эту необходимую энергию. И поэтому, конечно же, мы ставим цель для менеджера на уровне 9%, на уровне 12%, на уровне 15%. И эта цель – золотой директор. Тогда, я уверена, вы уровень просто директора и уровень старшего директора просто перепрыгнете совершенно незаметно. Вот это правильная цель. И что нам необходимо для того, чтобы мы могли с вами эту цель достигнуть? Первое. Необходимо следовать роли менеджера и выполнять обязанности менеджера. В чем же они заключаются? Что нам нужно делать каждый день для того, чтобы мы могли выполнять свои мечты? Вот самый первый пункт в роли менеджера – это быть лидером своей команды. Вы наверняка в своей структуре очень часто слышите эти слова. Но задайте вопрос, а что такое лидер? Вот чем он отличается от просто менеджера? И я вам могу сказать, что в классическом маркетинге сейчас очень много ведется дискуссии, преобладает точка зрения, что менеджер вообще, как классический менеджер в таком обычном понимании, эта позиция уже изжила себя не только в сетевом бизнесе, но и в классике жанра, так сказать, в классическом бизнесе. Сейчас важно быть не просто менеджером, а быть лидером. Чем же отличаются вот эти два человека друг от друга? Представьте себе, что менеджер действует в уже сложившейся среде, со своими особенностями, со своими действиями, то есть он является просто хорошим исполнителем. Кто такой лидер? Лидер – это человек, который формирует будущее, видение будущего для себя и для своей команды. Буквально сегодня я в чате задала вопрос. Пожалуйста, скиньте мне в личку список тех лидеров, которые уже получили за паспорта для поездки в Анталию. Как вы думаете, сколько у меня в личке паспортов оказалось? Или людей в списке тех, кто планирует четко поехать в Анталию? То есть включите вот эту поездку, да совсем никого еще. Вот думаю, наверное, это проверяют по своим, есть у всех за гранд-паспорта или нет. Я просто хочу сказать, что включайте это в свою жизнь, стройте видение не только для себя, но и для своей команды. Видение – это включает в себя достаточно много разных аспектов. Начиная от объема продаж, количества активных консультантов, средний заказ, ежедневные действия, какая у вас будет команда, с какими правилами, с каким названием, с каким стилем общения. Вот это все зависит только от вас, потому что вы можете просто перенять как менеджер то, что уже есть в вашей структуре. Вы можете как лидер это улучшить, дополнить и сделать свое персональное видение огромным. И я могу сказать, что только такие люди меняют жизнь вокруг себя, меняют жизнь своих менеджеров. И простой вопрос, вот Саша Ращенко, который сейчас нас тоже слушает, он совсем недавно оформлял индивидуальное предпринимательство и заключал договор с компанией Reflame. Задайте вопрос своим менеджерам, а когда у них в планах это сделать? А они уже поинтересовались, что для этого нужно? То есть вот такие простые вопросы. А когда его ключевые партнеры планируют это сделать? Понимаете, это понятно, а вот твои люди, какие у них на будущее? Поэтому здесь вопрос, что у лидера команды всегда, скажем так, план А, план Б и план на случай бегства на завтра, на послезавтра и на ближайшие пять лет. Вы постарайтесь вот это качество лидера, создание видения передать и своим людям, своей ключевой команде. И второй момент, очень важный, это играть активную роль в команде своего директора. Вы знаете, я открою вам маленький-маленький секрет, который на самом деле является основополагающим в изменении уровня менеджера. С уровня менеджера на уровень ставшего менеджера и директора. Этот секрет заключается в том, что если вы на своем уровне выполняете все действия, которые делает ваш директор, то вы становитесь кем? Правильно, директором. Поэтому посмотрите свое ежедневное расписание, посмотрите свое ежекаталожное расписание и задайте себе вопрос, а что делает ваш директор, а я что из этого уже умею делать, что я уже делаю? И тогда вы увидите, что когда вы возьмете на себя действия директора, вы станете директором. Не просто вы там в голове себе картинку нарисуете, а вы просто реально начнете это делать. Потому что знаете, как в том анекдоте, ну ты хоть билет лотерейный купи. Так вот для того, чтобы стать директором, самый первый лотерейный билет вот на то, чтобы войти в этот мир, это как раз действия директора. Что делает ваш директор? Проводит обучение. А почему вы не проводите обучение? Что делает ваш директор? Проводит планерки. А вот и вы проводите планерки. А что делает ваш директор? Проводит бизнес-встречи, занимается планированием. Проводите бизнес-встречи. Ну и что, что вы не умеете? Вы знаете, я как учитель могу вам просто сказать одну вещь. Если вы хотите что-то сами глубоко изучить, начните этому учить других. И тогда у вас все получится и вы будете это прекрасно все знать. Потому что самый лучший способ в это вникнуть, когда начинаешь объяснять это другим. И самое главное, в чем заключается роль лидера, это вести бизнес согласно существующим ценностям Арифлейн. Быть примером для новичков с самого начала их сотрудничества Арифлейн. Почему мы сейчас очень много говорим о бренде? Почему мы говорим о том, что каждый из вас это бренд компании Арифлейн? Потому что бренд это не то, что мы видим на экране телевизора. Это не та картинка, которую мы видим, как рекламу уже знали. Бренд это то, что говорят об Арифлейн. Я могу сказать, что вы знаете, мне очень приятно, когда многие говорят о том, что Арифлейн это круто. Но есть еще и те, которые вспоминают, знаете, тетенек 90-х годов с клетчатыми сумками, которые бегали по базарам и презентовали нашу продукцию. Я могу сказать, что вот от этого клейма мы будем еще очень долго отмываться. Поэтому от каждого из нас, где бы вы не вели свои действия, где бы вы не рекрутировали, где бы вы не работали на Авито, в каких-то соцсетях, помните о том, что вы лицо компании Арифлейн. Вы знаете, как говорит Лариса Булгакова, наш сафировый директор, как это сказать, каждый консультант это лицо компании Арифлейн. Но даже на лице бывают прыщики. Поэтому мы с вами помним, что у нас теперь есть комплексный уход, который помогает нам с этими прыщиками бороться. Поэтому давайте быть красивыми, элегантными и примером для подражания. И самое интересное, что здесь, конечно же, есть ежедневные действия, которые, знаете, вот как я читаю вот на этом слайде слова, я понимаю, что они достаточно общие. Но каждое это слово, оно помогает нам вообще просто понять, а в чем же смысл. Вот понятное дело, что ты должен сам делать это, делать это, делать это. Но вы знаете, что такое высокопрофессиональный менеджер? Это человек, который делает дело чужими руками. То есть наша задача не самому быть красивым и умным и работоспособным, а наша задача, чтобы вся наша команда была красивой, умной и работоспособной. И поэтому, даже если вы очень боитесь, нужно не бояться давать поручения. И об этом мы с вами поговорим в четвертом блоке нашего сегодняшнего семинара. Я хочу сказать, что ключевая команда – это вместе, но не вместо. То есть у каждого своя исключительная роль в этой команде. И напомнить вам критерии бизнес-партнера. Самый первый критерий, по которому мы отбираем партнера – это позитив. И помните о том, что с кем нам комфортно, кто придает нам энергию, а не отнимает ее – это позитивный человек. Поэтому позитивные люди в нашей команде – это сила и энергия для всех. Что такое степень доминантности? Что такое доминантность? Это стремление и способность занимать в группе. Знаете, кто еще хочет? Я хочу! Вот таким образом мы с вами выбираем бизнес-партнеров. Вот из тех, кто берет на себя, кто на ликероводочной, я, кто там туда-то. Вот у нас принцип выбора ключевого партнера такой. Степень формальности. Что такое степень формальности? Это особые отношения, коммуникации, которые выстраиваются в команде. Я могу сказать, что здесь очень важно, чтобы это были отношения доверия и в то же время это были отношения взаимного уважения. Степень готовности к обучению, обучаемость и самое главное – нацеленность на результат. Я хочу сказать, что ключевая команда для нас – это прежде всего ресурс вашего роста. То есть наша задача не просто пригласить огромное количество консультантов. Это задача номер один. Задача номер два – вот из этих разных людей создать команду. Не просто взять разные ингредиенты, а сделать из них высококулинарный шедевр. Понимаете? Не просто собрать этих людей в рамках моей организации, а сплотить их всех в команду. Я могу сказать, что это достаточно сложная задача, потому что все будет зависеть от вашего видения, от того, какую команду вы увидели в своем видении, каких людей вы хотите вырастить в своей команде, какие ценности вы используете, на что вы опираетесь. И о том, какие простые действия вам могут в этом помочь, вы видите на этом слайде. Это рекрутирование, это сопровождение новичков, это сотрудничество с ключевой командой, активизация группы. И когда некоторые говорят, ой, я не знаю, что делать, что делать каждый день. Вот эти четыре действия должны быть в вашем ежедневнике всегда. Конечно, вы видите, что 20% усилий дают нам 80% результата. И направьте свой фокус именно на эти 20%. Что нам дает результат, что ведет нас в будущее? Рекрутирование. Поэтому тема рекрутирования – это очень интересная тема. И я передаю слово нашему новому старшему менеджеру по итогам 14-го каталога Джамиле Горбатко. Эффективное рекрутирование. Всем привет. Сейчас я... Слышно, видно меня? Поставьте плюсики. Все, отлично. Ну, еще раз всем здравствуйте. У меня двое детей дома, поэтому, если что, будут отвлекаться. Не видно. Сергей, я думаю, что вам просто стоит обновить тогда комнату. Потому что видно. Так, давайте... Ну, помню, с меня зовут Джамиля, в городе Саратове живу, мама двоих детей. Проект пришла 31 марта. Спонсор Ольга Кукушова. И по поводу рекрутинга. Сейчас начнем говорить, почему у меня идет дубликация внизу. Почему мои новички снизу начинают рекрутировать, да? Во-первых, потому что есть алгоритм запуска новичка. То есть новичок, когда выходит на рекрутинг, он точно знает, что он будет делать. Да, 105 рекрутов у нас. И первое, конечно, что мы сделаем с новичком после обучения, он отрабатывает технику создания аккаунта в соцсетях. Так как мы онлайн структура, то это очень важный момент. Это нельзя упускать. То есть создание страниц в соцсетях – это наш хлеб. То есть наша работа происходит в интернете. И второй момент. То есть спонсор отрабатывает именно, а первое, отрабатывает технику создания аккаунта. Второе – правильно оформлять странички. Это, наверное, основное, как оформлена страница, как она будет уже именно, ну, интересно, неинтересно. Дальше мы поговорим с вами по поводу личного бренда. И только после этого может быть поток будет идти на страницу. И третье – четко отработанный выход на рекрутинг новичка. Когда он уже создал всю площадку для работы, он уже знает четкие действия, как конкретные действия, что он будет делать в соцсетях, когда выходит на рекрутинг. То есть это, в принципе, залог всего, потому что есть дубликация, потому что есть четкий алгоритм, что конкретно будет делать новичок в интернете. Дальше, Марина, мне надо поговорить, да, чтобы слайды перелистнули. И даже если будет четкий алгоритм и не будет системного рекрутинга, то, естественно, никакого результата не будет. Каждый мой новичок, он прекрасно понимает о том, что если он будет работать через день, то результата не будет. Как бы он ни старался, и если он отработал целый день 5 часов, просидел в интернете, а на следующий день ничего не сделал, то 5 часов он потратил зря. Поэтому каждодневные действия. Что это значит? У нас есть такое понятие «завтрак, обед и ужин». То есть утром, в обед и вечером мы выходим в интернет, выходим в соцсеть для рекрутинга. И может быть, кого-то там 2 раза выходит, но если это нет каждодневного действия, то не будет результата, и я об этом сразу говорю. Не тратите свое время впустую, выстроите свой план, распишите себе в блокнотике, какие конкретные действия вы будете делать. Но обязательно каждодневные действия, с какого количества аккаунтов, какое количество объявлений вы будете рассылать и так далее. Это да, это очень важный момент. И если я говорю, что если вы перед сном 15 минут решили пораскидать объявление в интернете, потом ждете результат, этого не будет результата, как бы вы не хотели этого. И естественно ежедневная прокачка страниц в соцсетях. По поводу прокачки я сейчас подробненько скажу. У нас есть чаты для прокачки, то есть добавляемся друг друга в друзья для того, чтобы страница была активная. И еще очень важен личный бренд. То есть это, наверное, основная задача наша, именно развивать свой личный бренд. У нас очень сейчас продвигается эта система, потому что шаблонность, да, вот эти вот уже в принципе надоели, так скажем, людям. И поэтому почему нужно развивать именно страницу, да, и второй в алгоритме стоит пункт развития личной страницы, потому что для того, чтобы мы нашли себе хороших партнеров, которые будут интересны нам, и мы будем интересны им, они должны нас видеть. Вот я могу сказать за себя, я пришла на личный бренд Ольги Покушевой. Я добавилась к ней на страницу, и ничего мы с ней не обговаривали по поводу работы. Я 8 месяцев наблюдала за ей страницей, за ее работой, она там добавляла какие-то свои действия. То есть я в принципе сама на своем опыте могу сказать, что я делала всю страницу, а когда еще даже не работая с ней и не зная о том, где она работает и что она делает, я уже проверила всю ее страницу, я, что она слушает, что она смотрит, где она, как она там, что работает, какие у нее друзья. То есть, и поэтому я пришла к ней, потому что мне этот человек показался интересным. Также и я развиваю сейчас свою личную страницу, как интересного человека, не просто робота, который зовет партнеров и делает штампы, а именно личность, как себя. И я своим партнерам обязательно это говорю, о том, что мы развиваем. Страничка должна быть живая, даже если мы сделали какой-то перепост, то этот перепост должен быть, должен раскрывать наши интересы. Не просто мы перепостовали, кто-то там где-то что-то сделал, мы даже не дочитали, просто перепост делали, поставили. То есть этот перепост должен быть интересен нам. Страничка, естественно, должна быть интересной, и люди должны на этой страничке видеть нас как личность. Это очень важный момент, и, наверное, это залог всего. Так, Марин, можно там следующий слайдик? И как мы не работаем? Мы, прежде всего, новичок не выходит на рекрутинг без проверки странички спонсора. То есть спонсор проверяет страницу, меня тоже привлекла спонсор. Мы проверяем странички и что-то подправляем, что-то убираем, что-то добавляем, прежде чем человек выйдет на рекрутинг, новичок. Дальше. Мы не используем никакой агитации. То есть вот эти шаблоны, которые приглашают на 30 тысяч рублей в месяц, приходите, будете сидеть на диване и ничего не делать, зарабатывать 30 тысяч рублей. Так мы не работаем. То есть это нужно... мы не используем агитацию, мы прежде всего просто даем информацию о том, что мы предлагаем вакансию. Никакой шаблонности, естественно. Мы никуда никого не уговариваем, мы никого не заставляем и не принимаем решения за других. То есть мы даем информацию, человек приходит либо на вебинар, да, презентацию, либо в скайп собеседование проводим мы, либо видеоролики скидываем. Да, мы даем информацию. И только после того, как человек получил эту информацию, мы не рассказываем ничего сами лично, только после получения информации, так скажем, от третьего лица, мы можем с ним вступить в диалог. Вот, я знаю, да, Нин, я уже видела свою ошибку, я ночью делала слайды, поэтому надеюсь, что понимаете. Я видела, да, эту ошибку. И мы никого, вот, естественно, решение мы никого не принимаем. Мы с мужем, Марин, делали слайды, а понимаете, что как два человека делают, что это будет такая каша. И самое главное, самое главное, очень важен личный подход к каждому кандидату. Только наши отношения, наше желание, наша энергетика может привлечь к нам наших партнеров. Не просто, смотрите, рекрутинг – это не сама цель, да, то есть не просто рекрутировать огромное количество людей, а именно находить надежных бизнес-партнеров. Когда будет результат? И я понимаю, что новичок, который просто сделал когда-то регистрацию, да, первую регистрацию в его жизни, я могу за себя сказать, тоже было, просто зарегистрировал, уже ему очень все понравилось, он уже доволен, ему уже не важно, там, будет этот бизнес-партнером или нет. Да, то есть, понятное дело, что новичку – это вот само удовольствие. Нужно именно донести до новичка, что пустая регистрация, правильно, как вот Света говорит, это пустая трата времени. И, конечно, мы учимся регистрировать и так далее, но рекрутинг – это не сама цель. Мы себе ищем друзей, партнеров, и только доверительные отношения могут развить нашу структуру. Это очень важный момент, и я, наверное, все рассказала по поводу нашего рекрутинга, какая у нас система рекрутинга. Конечно, деталей я не давалась, да, как мы работаем в Инстаграме, какие объявления, у нас есть и шаблоны работы, объявления рассылок. Я в этом не стала вдаваться, да, в детали. Если кому-то интересно, потом в личку я могу рассказать, как мы это делаем. Как мы переводим в рекруты? У меня, Лили, есть видео на моем канале YouTube, как я сопровождаю новичка, как переводим в рекруты. Для того, чтобы новичок перешел в рекруты, прежде всего он должен понять, зачем ему нужен этот заказ. Вот это самое основное. Очень часто получается так, что мы говорим делать заказ, да, а новичок не понимает, для чего это ему нужно. То есть, так как мы, опять-таки, повторюсь, мы работаем в интернете, то очень многие, приходя на работу в интернет, они ждут подвоха, что их обманут. А вот сейчас, ага, нужно сделать заказ, значит, он меня сейчас хочет развести на деньги. То есть, и поэтому нужно объяснять именно там, для чего этот заказ нужен. Вот когда донесешь информацию о том, что ты, если сделал заказ на 800 рублей, он ко мне в карман не перепадет много денег, что прежде всего мне нужно, чтобы ты начал зарабатывать деньги. Только когда донесешь суть до человека, он спокойно, уже находясь в доверии к тебе, он уже спокойно сам пойдет сделать этот заказ и будет понимать, для чего это нужно. Вот, и прежде чем говорить про заказ, до заказа мы сначала выстраиваем отношения, чтобы он доверял нам, чтобы он понимал, чтобы он познакомился с командой, у нас чаты, активные чаты. И если кому-то прям подробно интересно, то у меня канал на YouTube есть, я могу, я прям закончу, я могу канал на YouTube свой дать, там у меня есть видео, как я сопровождаю и как мы выводим на заказ человека. Чем интересен Instagram? Instagram – это, во-первых, потому что самая новая соцсеть, так скажем, которая сейчас быстро, активно развивается. И это очень мощный такой ресурс, потому что, смотрите, даже если, например, самым активным людям смотреть, Ольга Бузова, например, в Одноклассниках, Ольга Бузова в Инстаграме, у нее в 10 раз больше подписчиков в Инстаграме, чем в Одноклассниках. Поэтому Instagram – это самая развивающаяся, во-первых. Во-вторых, там очень много можно рассылать объявлений в плане того, что там фотографии добавляют. Это просто такие детали, Марин, которые, мне кажется, сейчас не всем здесь будет интересно, как именно работать там. У меня есть, опять-таки, на канале YouTube есть видео, как мы работаем в Инстаграме, что мы там делаем. Да, есть по Инстаграму вебинар тоже, да. Вебинар на 40 минут. Так, сейчас что-то пропустила я там, какой-то на 40 минут. Так, я не поняла вопроса там по поводу 40 минут, если можно повторить, а то сейчас я закручу здесь. Да, надо отдельный вебинар, да, потому что я не буду сейчас затягивать, потому что такие детали мелкие. Я могу это все рассказать, мне не проблема абсолютно. И поэтому, как бы, я без вопросов. Просто сейчас, мне кажется, немножко другой формат должен был быть. А так, если надо, я могу провести отдельный вебинар, и у меня на канале YouTube вся информация есть. Как мы работаем в соцсетях, что мы делаем. В принципе, я, наверное, рассказала все. Канал я на YouTube, давайте в чат я скину. Все, всем спасибо большое, всем удачи. Так, как положить теперь? А... 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 Спасибо, Джамиля. А мы переходим к следующему действию, которое есть в нашей программе ежедневных действий. Это активизация неактивных консультантов. И здесь я хочу сказать, что это мощный ресурс, потому что мы можем не просто говорить, например, о том, что у нас есть ресурс из консультантов, которые зарегистрированы, но не разместили заказ. И у нас есть ресурс из тех консультантов, которые уже есть в нашей команде, но которые по каким-то причинам не делали еще заказ. Например, один, два или три каталога. И здесь мне бы хотелось немножко рассказать вам о том, как можно продвигать наши программы, какие идеи можно использовать. Конечно, все не расскажешь, но вчера буквально мы обсуждали эту тему на планерке с Анечкой Бубновой. И я могу сказать, что вот когда мы видим просто какие-то подарки в наших листовках в условиях программы, то вы видите, да, что да, это просто черная сумка. Но здесь есть классная тема. Стега на одеяло – это модный тренд сезона. И я хочу сказать, что вы вполне можете использовать любовь каждой девушки к моде, желание быть модной и экономной, и особенно это актуально с Reflame. И здесь вы видите, что можно получить, если вы директор и выше, сумку Clutch Giordani Gold и сумку Giordani Gold авансом, для того, чтобы можно было хвастаться этим перед своей структурой. И потом вы просто, выполнив условия акции, оставите эти подарки у себя. Вот есть такие замечательные слайды, которые наглядно помогают нам представить, что нужно сделать в картинках, потому что буквально недавно обнаружила, что многие люди не умеют читать, но зато комиксы понимают все. Поэтому вот эти вот картинки, которые очень наглядно нам все это представляют, работают на хороший-хороший эффект для наших консультантов. И действия по активизации консультантов, конечно же, они содержат такой, знаете, подводный вопрос, как продать акцию реактивации. Я вам могу сказать, что первая идея, которая приходит всем, мы все готовимся к Новому году. И для того, чтобы собрать вот эту корзину с подарками, которые мы потом, как Снегурки и Деда Мороза, будем дарить нашим друзьям и близким, нужно копить вот эту копилочку уже сейчас. И вот этот прекрасный блеск для губ – хорошая возможность начать эту корзину. И даже если вы брюнетка, и вам розовый совершенно не к лицу, и первое у вас желание, когда вам спонсор говорит об этом, сказать, да зачем мне розовый блеск, подумайте о вашей подружке, которая блондинка, и которой этот розовый блеск на Новый год просто необходим. Это я к тому, что добавьте немножко креативности в ваши ежедневные действия, и вы получите совершенно фантастический результат. А я приглашаю сюда Ларису Тарасову, менеджера 18% по итогам 13-го и 14-го каталога из города Саратова. Спасибо, ждем Ларису. И совершенно, да, фантастический результат. 19 участников премьер-клуба делают объем продаж 4000 баллов. Алло, здравствуйте. Слышишь на меня? Теперь меня слышно? Да, отлично. Очень рада выступить на данном вебинаре. Спасибо большое Марине за приглашение. Это мой первый вебинар, на котором я выступаю. И сразу такого масштаба хочу сказать, что это так немножко волнительно. Расскажу о себе. В компанию я пришла в феврале этого года. Пригласила меня Светлана Осипенко, мой нынешний директор. Сегодня, кстати, у Светы день рождения. В пользу и случаем хочу ее править. Согласилась я не сразу и долго думала. На момент мои детки, у меня их двое, в садик еще не ходили. И я долго думала, сомневалась, да, то есть стоит мне заниматься этим, не стоит. Но я тоже, как, в принципе, Джимиля тоже рассказывала, изучила всю информацию, да, как Света там рассказывала о своей работе. Вот, и поразмыслив приняла предложение и зарегистрировала компанию. Как и все, начала вникать в суть бизнеса, прошла обучение и постепенно начала включаться в работу. Конечно же, были и трудности, но благодаря своему спонсору и поддержке Марине, я их преодолела и сейчас я на 18%, но останавливаться, конечно же, не собираюсь. И в ближайших планах у меня открытие 22% и закрытие, естественно, уровня директора. Итак, сегодня я расскажу немножко о нашем опыте повышения среднего заказа в нашей структуре. Марина, можно следующий слайд? Спасибо. Наш проект работает через интернет, и весь товарооборот у нас построен на личное потребление. Ну, здесь, я думаю, ни для кого не будет этой новости, да, все, в основном все интернет-проекты основаны именно на личном потреблении. Вот, и средний заказ наших ключевых консультантов в структуре был на уровне где-то 150 баллов. Конечно же, нам хотелось его повысить, и тут нам на помощь пришла, тадам, компания Арифлейм. Ни для кого не секрет, что с изменением условий работы. Ну, во-первых, у нас увеличилась немедленная прибыль с 18% до 20% и изменились условия по премьер-клубу. Как вы знаете, сейчас делать большие заказы, то есть выше 150 баллов, стало гораздо выгоднее, да, ведь нам на счет возвращается 10% от личных заказов. Вот, мы просто не могли не воспользоваться такой возможностью, заработать больше, и показать эту возможность нашим консультантам. Ну, понятно, что личными заказами поднимать товарооборот невыгодно, и здесь нам на помощь пришли каталоги. Но для кого-то это покажется странным, да, что наша структура до этого не работала каталогами, вот, и для нас этот опыт стал новым. Мы решили дать возможность и научить наших консультантов с каталогами. Тем более, что здесь мы получаем, как бы сказать, живые, да, деньги, которые, ну, получаем здесь и сейчас. Вот, в общем, сплошная выгода. И так у нас появилась идея нашего конкурса, который мы проводили в 13-м каталоге во всей нашей структуре. Так мы решили промотивировать наших консультантов, да, то есть объявили конкурс. Суть конкурса была достаточно простой. Каждый, кто сделает за 250 баллов, получал виртуальный билетик, и в конце каталога мы разыгрывали сниженный приз. Наш конкурс назвали «Один час для своей мечты». Почему один час? Да потому что мы предлагали приобрести всего пять каталогов, и для того, чтобы каждый день раздавать и собирать их, нам потребовалось именно один час в день. В принципе, не так-то и много, да. Почему именно мы выбрали 250 баллов? Ну, во-первых, это плюс 100 баллов в структуру, да, дополнительно, и 20% немедленной прибыли – это 2000 рублей. То есть 10% премия – это 1000 рублей, и плюс объемная сытка. Нам здесь написано от 3%, да, то есть, ну, в зависимости, на каком уровне вы находитесь. То есть это от 200 рублей. Плюс скидка 50% на один продукт, и того получается 4000 рублей. Это только с личного заказа за один каталог. Если работать этим дополнительным методом, то есть работать с каталогами, да, то за пять каталогов, которые у нас оставались до Нового года, у нас получается 20 тысяч рублей. То есть эти деньги можно потратить как раз на осуществление своей мечты, цели. Вот. Ну, вот я сейчас вам рассказала такой расчет по нашему конкурсу, да, и самое интересное, вот забыла сказать про одну самую главную строчку, что научив таким способом работать всего 30 человек, у вас вырастет уже директорская ветка. То есть 30 человек делает заказы на 250 баллов, мы получаем 7500 баллов. На самом деле, мне кажется, круто. Вот. Так что наша задача научиться делать 250 самим и научить своих ключевых. Вот. Объявили мы о старте нашего конкурса на нашей планерке, и плюс делали рассылку на электронку. Далее мы предоставили нашей структуре четкий план действий. Так как у нас никто не работал с каталогами, да, для всех это новинка, мы подготовили обучающий материал. То есть в нем мы расписали все-все необходимые моменты по работе с каталогами. Мы давали четкие инструкции на каждый день, и, ну, то есть там расписали все-все-все, то есть приобрести каталоги, приобрести набор пробников, ну, даже такие мелочи, как пакетики для заказов, то есть, ну, чтобы наши консультанты были подготовлены от и до. Ну, учились, за это время мы научились работать с пробниками, делали рассылку электронного каталога, да, по знакомым, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, научились оформлять каталоги, учились как предлагать каталоги незнакомым людям, что говорить. Ну, то есть все-все, чтобы человек пошел уже, ну, как бы сказать, подготовленный, да, и морально, как бы, и знал, что говорить, и был готов к разным диалогам, как вести диалог. Также мы учли момент поддержки, да, и сопровождения наших консультантов. То есть мы создали отдельный чат, где все мы делились своим опытом, у кого как брали каталоги, делились там, не знаю, фишечками, да, у кого какие-то удачные фразы появлялись, то есть все-все сбрасывали в чат, так вот применяли. И, ну, самое главное, поддерживали друг друга в этом чате. Вот, конечно же, не у всех все сразу получалось, то есть были отказы, не все после просмотра каталогов делали заказы, но мы все были вот к этому готовы, поэтому просто продолжали делать свою работу дальше. Ну и самое важное, кто хотел, кто работал, да, по нашему плану, по нашей системе, научились делать эти 250 баллов и даже больше. В итоге средний заказ у нас ключевых по структуре вырос, кто-то там делал и 300, и 500, даже больше заказов. Вот, и по итогу у нас 13-го каталога мы провели розыгрыш нашего приза. Ну и самое главное, наверное, что мы не ограничились и не остановились работать каталогами после завершения конкурса. То есть сейчас наши консультанты продолжают и вполне успешно работают, и делятся опытом с уже новыми консультантами. Вот. Ну, Марина, можно следующий слайд? Ну и закончить свое выступление я хотела бы такими словами, что нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговоров. Если у вас есть мечта, есть цель, составляйте план ее достижения и действуйте. Каждый день, небольшими сажочками, вы достигнете результата, вы придете к своей мечте, и главное верить, верить в себя и действовать. Вот, в общем-то, все, что я хотела рассказать вам, да? Спасибо большое за внимание. У меня уже ребенок, нет и истерики. Вот. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо, Лариса. Я думаю, что твои детки вытерпели, пока мама выступала. Прекрасный почин, молодец, выступила замечательно, умница. Ну что, а мы с вами продолжаем. И как мы уже говорили, что прекрасный опыт дает нам возможность использовать все фишки в преддверии Нового года, это и запуск Ultimate Lift, это и возможность пересылать видео-обзоры нашего каталога, использовать свои фишки, в том, чтобы наши консультанты помогали своим знакомым и близким копить корзинку с подарками и потом успешно раздавать их в преддверии Нового года. А мы с вами переходим непосредственно к короткому булку. Хочу сказать, что тренинг двухдневный, но я попробую сейчас часть его уложить буквально за 20 минут, которые у нас остались. И называется он «Навыки ситуационного управления». Зачем он нам нужен, этот тренинг? И что мы здесь можем узнать для себя полезного? И я хочу сказать, что наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда приходит новичок, и он такой вдохновенный, такой эмоциональный, и начинает работать в проекте. А потом раз, с ним что-то случается. Он сталкивается с мнением своих близких, с какой-то неудачей, что-то у него не получилось. И раз, все, он говорит, все, я пошел от вас. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел и покатился дальше. Иногда бывают другие ситуации, когда у нас с вами есть менеджер, который, например, вышел на 12%, а потом вдруг упал раз там на 9 или на 6. И он говорит, все, этот бизнес не для меня. Каким он помочь нам в этой ситуации? Как происходят процессы развития человека по отношению к новой для него задачи? Что, каким образом нам его поддержать, развить и направить дальше? И я хочу сказать, что многие из вас, являясь молодыми мамочками, сталкиваются с такой ситуацией не только в бизнесе, но и в нашей повседневной жизни. Я хочу сказать, у кого ребенок первый раз мыл пол или готовил, например, яичницу, то вы наверняка знаете, что если перед этим ему подробно все не расскажешь, не постоишь рядом, не проконтролируешь, то однозначно омлет сгорит, сосиски там просто подпалят все, полы будут просто залиты, ведро воды будет вылито. Вот. И поэтому здесь нужно знать, это касается отношений с членами семьи, это касается отношений с детьми, это касается отношений с нашими бизнес-партнерами. И вот если мы с вами возьмем, например, такого некого консультанта, которого зовут Вася, если мы ему дадим задание отправить, например, поставку какую-нибудь, какие-нибудь палеты из Самары в Петровск, или написать письмо бизнес-партнерам, или помыть полы, подготовить отчет, или провести большую лидерскую встречу, то как вы думаете, справится, с чем он справится? Скорее всего, он справится с тем, чтобы помыть полы, потому что его мама в детстве этому научила, а вот все остальное будет ему неизвестно. И мы уверены, что практически он эту задачу правит. И вот здесь нужно ответить на вопросы, которые мы сейчас видим с вами на слайде. Хочет ли Вася, во-первых, это делать? Что он уже умеет? Какие у него есть знания и навыки? Знает ли он специфику нашей компании? Знает ли он вот эти все ходы и выходы? Какие навыки ему необходимы для того, чтобы выполнить эту задачу? И здесь есть три составляющих, которые мы с вами используем как исходную информацию при постановке задачи. Это личностные качества. То, что вот у него в процессе воспитания в семье и в жизни имеется. Это опыт, знание, навык и мотивация. Мы сейчас с вами немножко поговорим о том, вообще зачем это нужно, откуда это появилось. Потому что вообще существует мнение, что человек может работать только тогда, когда он видит деньги. Ну, то есть, вы знаете, как морковку впереди. Раз, и он вот такой вот идет. Вот, что он может хорошо работать только тогда, когда над ним висит вот этот домоклов меч, который называется увольнение. Вот, и который может только вот исходя из таких, скажем так, угрожающих обстоятельств хорошо работать. Другая теория говорит о том, что все сотрудники, все вообще люди, все наши консультанты и менеджеры имеют огромный потенциал. Хотят развиваться, хотят, чтобы их хвалили, давали самостоятельное развитие и возлагали на них ответственность. Я уверена, что вы согласны с этим, потому что это как раз наш вариант. То, что у нас с вами есть в Reflame. Поэтому люди хотят и могут развиваться. Лидерство – это прежде всего партнерство. И люди стремятся быть вовлеченными и информированными. Так вот, хороший менеджер, хороший лидер – это тот человек, который может вот этот потенциал увидеть и развить его в каждом из своих ключевых партнеров. И ситуационное управление – это процесс влияния на вашу команду. Это совместная работа для достижения как их индивидуальных целей, так и целей всей организации. И здесь очень важно быть гибкими и быть умными для того, чтобы правильно идентифицировать и классифицировать, в какой ситуации находится тот или иной ваш консультант или менеджер. И вообще важно, знаете, вот что происходит с вашей структурой, когда вы отдыхаете на конференции. Потому что, когда вы хороший руководитель, вы покидаете свое, так сказать, место жительства и временно не выполняете свои текущие обязанности, а без вас все работает в часы. И поэтому здесь есть три вещи, которые, три навыка, так сказать, хорошего менеджера. Первый – это умение оценить. Второй – это гибкость, то есть умение принять необходимые правильные действия. И третий навык – это партнерство. Итак, первый навык ситуационного лидера – это оценка ситуации. Что мы оцениваем? Мы смотрим на то, хотите вы вообще вот что-то делать с этой ситуацией? И как вы ее оцениваете? Что влияет на ситуацию, на любую? На ваш объем продаж в текущем периоде, на ваше рекрутирование? Конечно же, это всегда люди. И главное в нашем деле – это научиться оценивать людей. И вот два фактора, которые для нас важны. Первое – это компетентность этого человека. Второе – это настрой и мотивация. Из чего складывается компетентность? Из знаний, навыков и опыта, которые необходимы нам для выполнения задачи. Дело в том, что у каждого из нас есть навыки и опыт, которые были получены во время обучения или на предыдущем месте работы. И которые, в принципе, нам, ну, однозначно могут понадобиться в Арифлейн или наоборот не понадобятся. Я, например, преподаватель. Конечно же, мой опыт общения с аудиторией публичных выступлений, он нужен в Арифлейн. Но есть вещи, которые я никогда в жизни не знала, которым я научусь в Арифлейн. И вот любая компетентность проходит несколько этапов. Когда вы без Арифлейн прекрасно жили и вообще не знали, зачем вам это нужно знать. Что такое программа турбороста? Как работать, как прокачивать странички? Да. Или, например, там, как проводить вебинары. И с вами было все хорошо. Когда вы пришли в Арифлейн, вы поняли, что вы этого не знаете. И вот это состояние называется осознанная некомпетентность. Потому что до этого была неосознанная некомпетентность. Позже вы учитесь, у вас уже все начинает потихоньку получаться, но вам нужно это контролировать. Вот это состояние осознанной компетентности. И потом, когда вы все делаете на автопилоте, у вас все легко и классно получается, то тогда наступает состояние осознанной компетентности. Из чего она складывается? Это так называемая компетентность из общих знаний и навыков и узкоспециальных, которые вы можете получить только в Reflame. И когда ваши новые консультанты говорят, я все знаю про сетевой маркетинг, то здесь остается только улыбнуться и рассказать об основах ситуационного менеджмента. Второй фактор, который мы учитываем, это мотивация и уверенность. Это вот тот самый настрой, вот эта вот энергетика, которая присутствует, высокий настрой, как правило, у новичков. Потому что когда новички только начинают бизнес, у них, смотрите, что получается, у них или средний, или высокий настрой, то есть они в прекрасном состоянии, но, к сожалению, их компетентность низкая. Вот этот уровень зрелости называется D1. Далее, когда наш новичок переходит, скажем так, от 3% на 6%, от 6% на 9%, что происходит? Его компетентность повышается, но здесь он сталкивается с трудностями, и его настрой становится низким или средним. То есть он теряет мотивацию. Вот это состояние называется D2. Я уверена, что каждый из вас в какой-то момент испытал это на себе, когда проходил вот это вот развитие в Reflame. И наверняка в ваших командах были люди, которые тоже вот через это состояние проходили. Что нам делать с людьми в этом состоянии? Какие действия предпринять? Так вот на все это дает нам ответ ситуационный менеджмент. И дальше, когда мы проходим этот этап, начинает все получаться, компетентность растет, настрой растет, мотивация прекрасная. Но есть такое легкое, скажем так, состояние, которое называется «Ой, я боюсь». Вот как Лариса сегодня выступала, прекрасно выступила, но ведь сказала нам, что «Ой, я боюсь». Так вот эта вот некая неуверенность в себе в своих силах, это как раз вот это состояние уровень зрелости D3. Вот. И получается, высокая компетентность, высокий настрой – это уровень зрелости D4. Когда я все сам могу себе запланировать, все могу сам сделать, и не мешайте мне только. Что нам делать с этим состоянием? Да просто делать, хвалить, хвалить, и главное ставить новые цели, чтобы не было скучно. Потому что вот это состояние D4 как раз для нас сложно тем, что главное, чтобы человек не заскучал на этом уровне. И поэтому вот состояние на уровне зрелости D1, в чем потребности у человека? Исходя из этих потребностей, мы выбираем стиль общения с этим человеком. Он хочет, чтобы мне говорили, какой я молодец, признание энтузиазма. Мне нужно очень четко ставить цели, говорить, что для этого нужно делать, как это правильно делать. Мне нужна информация, необходимая для выполнения задачи, расстановка приоритетов и очень частые точки контроля. И обязательно сроки исполнения каждой работы. Почему мы говорим о том, что для новичков нужна инструкция на каждый день, вплоть до часовой разбивки в их рабочем дне. Вот это как раз потребность на уровне D1, потребность на уровне D2, когда я столкнулся с неудачами, когда моя мотивация упала. Что я хочу? Я хочу все так же четкие цели, план действий, похвалу за любое мое мяу, потому что мне это надо. Право на ошибку признавать, снять много-много. Почему мы делаем Бори Флейн так, почему тебе нужно делать так, а не по-другому. Возможность обсудить сомнения и человека вовлекать в принятие решений и решения любых проблем. Вот это потребность. На уровне D3, когда я все умею, мотивация прекрасная, но я немножко сомневаюсь. Что мне нужно? Мне нужна ваша поддержка. Коллеги, я полностью с вами согласна. Это как ребенок делает первые шаги. Это как наш муж учится водить машину или поливать цветы на даче. Это как наши консультанты становятся уверенными бизнес-партнерами. Вот все это ситуационный менеджмент. И поэтому мы с вами видим, что потребность на уровне D4, сложные, разнообразные задачи, достаточно полномочий, много признания и, конечно же, доверия. И в чем может случиться разочарование, когда задача слишком сложная? Никто не сказал мне спасибо за то, что я сделал, не оказал помощи. Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, сколько мне предстоит узнать. Или задача мне неинтересная, или цели конфликтуют между собой, или приоритеты отсутствуют, или стандарты качества. И пять ключевых вопросов, которые нам нужны для того, чтобы понять уровень зрелости человека. В чем заключается твоя цель? Оценить, сделать анализ навыков общих, четко обозначить компетентность в узкоспециальных навыках и понять, какова мотивация человека на выполнение любой задачи. И здесь я могу сказать, что каждый каталог, вы составляете бизнес-план на текущий каталог, который выражается в баллах, в объеме продаж, вознаграждении, получении премий. Задайте вопрос по-другому, дополнительно. А какой навык ты планируешь освоить в ближайшие три недели? Чему ты хочешь научиться? Научиться говорить, научиться проводить встречу, научиться анализу, научиться планированию, научиться общению, научиться... Вот чему, чему, чему? То есть вот эти все навыки не нужно откладывать на потом, их нужно осваивать вот буквально сегодня, завтра, в ближайшие три недели. И тогда вы поймете, как легко менеджеру стать директором, потому что он сможет не просто видеть непонятные цифры, а он будет понимать, что освоение навыков и применение их каждый день дает вот эти самые цифры, о которых ему говорят. Вот. Ну что, второй навык – это гибкость. И как я уже говорила, это касается нас с вами. Гибкость – это способность комфортно использовать все стили управления как раз при взаимодействии с нашей командой. Стиль управления – это то, как выглядит ваше поведение при влиянии на ваших же людей. И директивное поведение – это как раз то поведение, которое мы используем при работе с нашими новыми консультантами. То есть мы очень четко даем инструкции, мы регламентируем каждый день и чуть ли не каждый час. Мы без конца проверяем и говорим, какие они молодцы. То есть вот это, если этот стиль управления мы применяем, если вы оцениваете уровень зрелости своего партнера как D1. Наставническое поведение. Если ваш новичок или ваш менеджер теряет мотивацию, но компетентность вырастает, то здесь очень важно слушать, ободрять, много объяснять, предоставлять информацию. Но все так же ставить цель, устанавливать, вырабатывать план работы и поощрять командную работу. Это наставническое поведение. Я думаю, что само название стиля о многом говорит. Поддерживающее поведение. То есть что мы говорим? Много хвалим, даем уже как бы возможность совместно устанавливать цели, составлять план действий, поощряем самостоятельное решение проблем, даем очень много объяснений и, конечно же, хвалим. Что такое делегирующее поведение? Это когда уровень зрелости у нас D4, и мы говорим, что ты можешь сам все делать. Ты можешь все делать сам. Но давай сделаем так, чтобы твоя цель тебя мотивировала. И следующий момент. Вот эти четыре стиля лидерства можно применять по-разному в разных ситуациях. Но лучше, когда эти стили соответствуют уровню зрелости. Почему? Потому что при применении, например, стиля в отношении новичка, стиля, который называется как S4, когда ты сам себе звезда, ставь цели себе, сам вырабатывай план действий, то что мы получаем? Новичок думает, ой, меня забыли, ой, меня потеряли, я никому не нужен. И поэтому мы во всех четырех стилях ставим цели и стандарты работы, осуществляем контроль и даем обратную связь. Ой, что-то у меня сладко переключает. Субтитры создавал DimaTorzok Мастер, я продаж, есть основа бизнес и кураж. Есть большой респект от клиентов, босса и коллег. Бизнес, намази, как это сделать, ты меня спроси. Там тебе ответ, Арифлэйн со мной, вот весь секрет. Пробник, каталог, пудра, дыр, льва и щек. Важный, ждет клиент, полечу к нему на континент. Страпа, я сойду, здесь такси и я не жду. Вес, продам комплект, банквист, шноден спе. Арифлэйн со мной, арифлэйн, друг твой. Здесь кругу друзей, планов и идей, вместе мы сильней. С Арифлэйн всегда, не страшны года. Сладкая здесь жизнь, за нее держись и вперед стремись. Шкода, яхта, самолет, будут у тебя уже через год. График плотный, да, но с такой работой это ерунда. Люди говорят хорошо, а тебе и каждый рад. В жизни все окей, с Арифлэйн, тебе веселей. Хочешь еще чего, спроси у копа, не спроси его. Он все предложит вам, чего хочешь и не хочешь, еще ты сам. Ну, хочешь еще? Пожалуйста. Хочешь еще? Пожалуйста. Хочешь еще? Пожалуйста. And now we're together. Арифлэйн с тобой, Арифлэйн, друг твой. Здесь кругу друзей, планов и идей, вместе мы с тобой.